Дорогие друзья, всем привет! Всем привет из Сочи! Сегодня мы находимся на Мамайке. Сегодня у нас очень пасмурная погода. Не будет в моем видео пальм, солнце. И вообще сегодня несколько необычное видео. Видео для тех, кто уже купил квартиру в Сочи. И собственно, тем самым он походит на меня, потому что я тоже купил квартиру. И теперь у меня предстоит целая эпопея хождения по мукам. Сегодня я выбрал этот пасмурный день специально. И надеюсь, что за сегодня все успею. Для тех, кто не знает, после того, как вы купили квартиру, вам нужно переоформить все счета на себя. В четырех компаниях, в четырех службах города. Первый это САХ, спецавтохозяйство, если я не ошибаюсь. Это ребята, которые вывозят мусор. Водоканал, электросети и Сочи Горгаз. И пятый, это еще добавляется ваша управляющая компания. В управляющей компании также нужно оформить договор, составить на себя и платить им за обслуживание вашего многоквартирного дома. Ну и собственно, с чего мы начнем. Я приехал сейчас в свою квартиру. Сразу же вам покажу ее. Она находится не в Посейдоне, как многие подумают, кто сидит за нашим каналом. Я показал в Посейдоне, в ту квартиру. Потом была еще следующая. И ни одну из них у меня на самом деле не получилось купить. Может быть из-за того, что я рано обрадовался. Часто у меня в жизни так бывает. Рано обрадуешься и потом все рассыпается просто. Но первой квартиры не получилось, потому что соответствующие документы не мог предоставить продавец. Во второй квартире меня немножко подвел мой риэлтор. Я покупал через риэлтора. Квартира была у нее, так скажем, на эксклюзиве. В общем, я не оставил бронь. Потому что она сказала, что не надо никакой брони. То есть там все четко. И в результате месяц прождал. Настало время сделки. И выяснилось, что сегодня в 12 часов дня этот человек, настоящий продавец, продал эту квартиру на 150 тысяч дороже. В общем, так вся эпопея с Посейдоном закончилась. Все остальное было уже гораздо дороже. Но, видимо, не судьба. Купил я квартиру в ЖК Майами. Сейчас мы как раз-таки возле этого дома, жилого комплекса находимся. Предлагаю вам посмотреть дом этот снаружи. И пройдем сразу в мою квартиру. Немножечко покажу. Зачем вообще я сюда, как это связано с тем, что я сегодня все это дело оформляю. Мне юрист, молодец, Сергей, привет, если смотришь. Сергей, юрист данного жилого комплекса. И не только данного застройщика, так скажем. Подсказал, что лучше сфотографировать счетчики все. Чтобы было чем апеллировать уже в этих службах. В общем, что возможно, мне это очень пригодится. Поэтому я здесь сейчас сфотографирую счетчики. И заодно я вам покажу квартиру. Все, пойдемте. Вот такая вот у меня связка большая ключей. Будем продолжать съемку на телефон вне машины. Потому что, к сожалению, не зарядил камеру. Вот такой вот дом. Трехэтажный. Что мне очень нравится на первом этаже. Магнит. Там у них шлагбаум. Вес под шлагбаумом. У меня, к сожалению, ключика нет. У застройщика кончились ключики. Мне нужно самостоятельно его делать. Но я в этой квартире жить не собираюсь. Поэтому, наверное, я его делать не буду. Потому что он что-то стоит там в районе тысячи трех, наверное, то ли пяти. Так, смотрите. Вот здесь дом состоит у нас из двух подъездов. Раз-два. Там имеется детская площадочка. И заходим. Так, поднимаемся на второй этаж. Вот это, кстати, соседняя квартира. Квартира моего подписчика и моего покупателя. Андрей. Сахаякутий, привет. У него уже Витя доделывает ремонт. А, моя квартира соседняя. Сейчас мы ее откроем и попадем вовнутрь. Заходим в квартиру. Квартира у нас площадью 43,2 квадратных метра. В принципе, что здесь про нее рассказать? Черновая квартира планируется в полторашку. Хорошей, правильной формы. Два окна. Вид. Вид вот такой. Я бы не назвал его особо живописным. Ну и ни окно в окно, ни в какую не в опорную стену. Нормальный вид. По цене, к сожалению, я не могу рассказать, какая цена, дабы не компрометировать следующего покупателя. Эта квартира я планирую выставить на продажу по весне. На ремонт у меня, к сожалению, денег не хватило. Но квартиру я эту купил и так по хорошей цене. Ну и плюс еще после Нового года я все-таки думаю, что цены вырастут. Все к этому идет. Почему именно в этом доме? Во-первых, он стоит на Мамайке. Мамайка низ, рядом с морем. Как известно, на Мамайке здесь очень хорошо идет аренда. Что длительная, что посуточная. Вот эти все дома. Вот, вот, вот они, вот они, вот они. Вот эти все свечки очень активно сдаются. Вот. Чем меня привлек именно этот дом? То, что он трехэтажный. Трехэтажный дом, я не знаю. Но уже сейчас в тренде малоэтажное строительство никто уже не хочет, например, в Европе жить уже в таких вот свечках. Трехэтажный дом, он все-таки поуютнее, покомфортнее. Всех соседей будешь знать. Ну и не будет такого муравейника, так скажем. Вот в чем, в принципе, привлекла меня эта квартира и этот конкретно дом. Вот. Ну что, перейду к счетчикам. Начну с вот этого. Давайте я покажу, наверное, вдруг кому-то будет интересно. Здесь счетчики на воду и электрощетчики находятся в таком отдельном кабинете. И вот моя, точнее, 59-й счетчик я уже сфотографировал. Вот так вот здесь все было, это дело заклеено. Так примерно должно и у вас все это дело выглядеть. Так, ну и 59-е. Что у нас здесь? Итак, первое, что нам нужно сделать, это, конечно же, собрать всю папку с документами. Я взял вообще все, что у меня есть, на всякий случай. И первое, куда нам нужно ехать, это в управляющую компанию. Итак, друзья, вышел я с управляющей компанией с двумя документами. Первый – это договор управления многоквартирным домом. Так вот он выглядит. И взял сразу справку управляющей компании о том, что в моей квартире никто не прописан. Данная справка мне пригодится при продаже недвижимости. Так, давайте вам немножечко объясню, наверное, по обслуживанию. Сколько стоит, как вообще формируется данный платеж, из чего вообще начисляется он. Здесь в этом договоре есть перечень работы и услуг. Вы можете потом почитать. У себя, я имею в виду. Можете у меня почитать, если захотите. В общем, здесь смотрите. Вот это вот рубли, копейки, которые у вас натикают. Вытекают потом вот в такую цифру. 31 рубль 67 копеек. Я надеюсь, будет видно. То есть это цена за 1 квадратный метр площади в месяц. То есть общая сумма у нас получается за 43,2 квадрата 1368 рублей в месяц. Это мы платим за обслуживание. Что туда входит? Так как я не буду жить, да, за коммуналку я платить не буду. Буду платить только за обслуживание. За обслуживание что туда входит? Работы, выполняемые, например, в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме. Что здесь? Влажная протирка подоконников, дверных коробок. То есть порядок, то, что там уборщица у нас наводит. Дальше работы по содержанию земельного участка. Осмотр и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов и так далее. В общем, чтобы у вас дом был в надлежащем состоянии, не приходил в запустение, управляющая компания наводит там работы и за них, конечно же, надо платить. Вот такие дела. В общем, с управляющей компанией все. Сейчас мы поедем в службы города. Едем по улице Рос. Такая тут вообще жесть. Мне кажется, пешком, конечно, быстрее. Почему-то здесь вот каким-то чудесным образом запарковаться. Так, ну что, друзья, выезжаем, отъезжаем, точнее, от электросетей. Сразу же мы потерпели фиаско. Сказала нам бабушка приезжать 5-го числа. А сегодня у нас 29-е. Ну вот так вот. В принципе, ожидаемо. Мы поедем пока куда-нибудь в другое место. Ну что, мы прибыли в это ужасное место. Пойдемте проверим свою удачу. В общем, заставили меня перепарковать машину. Ужасная погода вообще. Что мне все это, все больше начинает не нравиться. Наверное, сегодня водоканалом ограничимся. Ну, если кому интересно, кому вообще полезно ли вот это вот все, что я снимаю. Потому что мало того, что я тут под дождем хожу, еще пытаюсь все это дело заснять. Ставьте лайк там. Кому интересно, подписывайтесь на канал. Будет второй выпуск. Где, я надеюсь, вся эта эпопея должна закончиться. Будем на то надеяться. Ну, сейчас водоканала еще выйду. Все-таки водоканал надо добить. Возможно, хотя бы здесь у меня все получится. Ну, вот так все это дело выглядит. У меня, в общем-то, лончик ИНО-33. Будем ждать. В общем, вышел я с водоканала. Оказалось, все быстро, буквально там 10 минут. Я знаю, девушка профессионально все сделала. Хорошо, что я сфотографировал. Все-таки, Сергей, спасибо. Мне пригодилась эта фотография. Я показал, что у меня там нали. Вот. Оказывается, у меня уже там долг откуда-то появился. 1300 там с чем-то рублей. Вот. Благодаря этой фотографии, в общем, она увидела, удалила мне этот долг. Я, в общем, записал на диктофон даже, что мне нужно делать каждый месяц. Звонить по номеру, передавать свои показания, что у меня там нали. Иначе, кстати, если бы через год я, например, это делал, забил бы просто на всю эту процедуру. Мне бы уже не поверили. И нужно было бы с какими-то контролерами, в общем, все это фиксировать. Ну, в общем, все это вылилось бы в еще больший бред. А так все, в принципе, прошло нормально. Настроение даже чуть поднялось. Ладно, поехал я на обед. Не знаю, может быть, сегодня еще что-нибудь сделаю. Ну, в общем, водоканал, молодцы. Все быстро, профессионально. Друзья, пока я покушал дома чебуреки, уже время у нас без 10. 5. Мне почему-то кажется, что все эти службы работают до 5. Мне хотелось бы, наверное, чтобы так было. Вот. Поэтому все остальное мы переложим на следующую серию, на следующий день. Наверное, завтра я опять этим займусь, если у меня будет время. Так что, если понравилось, если хотите дальше, если кому-то вообще это было полезно, пишите там в комментариях, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Все, всем пока, всем хорошего дня. Вообще, хорошего недели, хорошего года, хорошей жизни. Субтитры сделал DimaTorzok